Всем привет! Наверное, многие диджитал-художники мечтают о графическом мониторе, потому что это удобнее, практичнее, чем обычный графический планшет. Но, к сожалению, такие игрушки пока что очень дорого стоят, особенно у фирменных брендов, таких как Вакуум. Но если хорошо поискать, то можно найти такие варианты, которые будут на немножко дороже, чем обычный графический планшет. Естественно, это будет Китай, Алиэкспресс, поэтому многие начинают сомневаться, думать. И как раз сейчас на столе у меня лежит один из таких вариантов. Это графический монитор XP-Pen Artist 12. И в этом видео я постараюсь рассказать, что это за аппарат, как он вообще в работе ощущается и стоит ли оно того. В общем, погнали! Ну что, начать, наверное, нужно с цены. На момент записи этого ролика планшет стоил в районе 16 тысяч рублей с учетом скидки. И, в принципе, за эти же деньги в каком-нибудь ДНС можно найти обычный планшет. В общем-то, поэтому от этого монитора я не ждал чего-то особенного, но забегая вперед, скажу, что я был приятно удивлен и характеристиками их исполнения. В общем-то, давайте именно с характеристик, с сухих цифр начнем. В своих видео по графическому рисунку я постоянно вам говорю о том, на что нужно в первую очередь внимание обращать по характеристикам. Повторюсь еще раз, что это разрешение и размер рабочей области, чувствительность и скорость отвлека пера, плюс, если графические мониторы рассматривать, то неплохо обратить внимание еще и на характеристики экрана. Что касается Artist 12. Все эти показатели у него на очень высоком уровне, и, в принципе, чисто по цифрам он может подягаться даже Sintiq Pro 13 вакуумовским. Хотя у последнего, конечно, больше всяких плюшек и наворотов будет, но там и цена в 4 раза больше. Что ж, цифры, конечно, цифрами, но гораздо интереснее, как это все реализовано и в жизни ощущается. В общем, сейчас расскажу о том, как работает на этом планшете, поподробнее о нем самом расскажу, и о том, как он в сравнении с обычным планшетом, стоит ли вообще переплачивать, хоть и на немножко. В общем, смотрите, планшет ко мне пришел с Али. Обычно, когда я оттуда что-то заказываю, это идет в районе месяца, 20 дней. В этот раз все очень быстро дошло, в районе 10 дней. Это плюс. Немножко огорчила меня транспортировочная коробка. Она была сильно помята, это, в принципе, не страшно, но когда я ее открыл, оказалось, что помята еще и коробка самого планшета. Причем защита там была, но, видимо, ее недостаточно для наших суровых российских условий. Что внутри коробки? Это прежде всего сам планшет, красивые аккуратные пленочки, чехол с пером, две коробочки, в одной коробке познавательная литература и приятные мелочи. Во второй целая косынка из проводов для подключения планшета. Об этом я, кстати, чуть попозже расскажу. Вот, ну и слева лежит зарядник для питания планшета и несколько переходников под разные стандарты розеток. Как видите, комплектация у него шире, чем у обычных планшетов, но это понятно, потому что это в первую очередь монитор, а не просто пластиковая коробочка. Вот, ну давайте теперь внимательнее на сам планшет посмотрим. Ну, что могу сказать? Внешний вид это вкусовщина, но он мне нравится. Планшет сделан из матового пластика, а вот тут алюминиевая вставка. Она красивая, но зараза пачкается. Тут же сбоку 6 горячих клавиш, которые можно под себя настроить, а вот это маленький тачпад. Очень удобная штука, я его настроил под изменение масштаба. С эргономикой все неплохо, планшет удобен будет как правше, так и левше. Рука во время рисования лежит удобно за счет скосов. Экран, конечно, относительно общего размера всего планшета маленький, всего лишь 12 дюймов. Вот, кстати, именно поэтому в названии цифра 12. Но за счет такого решения рука во время работы не часто свисает или в угол упирается, потому что мы в основном работаем в центральной части экрана. Планшет не скользит, потому что внизу у него есть прорезиненные ножки. Вот они. Ну, тут на обратной стороне смотреть особо не на что. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы тут были крепления под подставку, но подставка в этой модели не предусмотрена. Что еще не сказал? Справа, точнее слева, кнопка включения с индикатором есть и регулировка яркости. Разъем всего один, и это USB Type-C. В общем, как видите, все очень достойно. Сборка, кстати, неплохая. Ну, а теперь небольшой хак от меня, как вот такого типа планшет подключается к компьютеру. Потому что некоторые новички думают, что графический планшет – это такой своеобразный самостоятельный компьютер со своей операционной системой, но это не так. Конечно, такие модели бывают, называются они графические компьютеры, но стоят просто каких-то космических денег. Вот такие устройства – это именно монитор с перьевым вводом. Подключается он через вот такой кабель-шнур. На первый взгляд, конечно, очень пугающе выглядит, но на самом деле тут ничего сложного нет. USB Type-C подключается к планшету. Дальше у нас остается 2 USB и 1 HDMI-выход. HDMI и черный USB-шник подключаются к компьютеру. А красный втыкаем в зарядку. Вот и все. Можно работать. Есть, конечно, и другие варианты подключения, но сейчас это не важно. Еще меня в планшете приятно удивил экран, потому что я думал, это первое, на чем производитель будет экономить, но нет. Здесь полноценный Full HD, IPS-матрица с неплохими углами обзора, глубина цвета, кстати, неплохая тоже. Чтобы вы немножко разницу эту смогли увидеть с обычными дешевыми экранами, я сделал сравнение со своим старым планшетом на винде. Там как раз-таки матрица не очень, и я думаю, разница должна быть видна даже на камеру. Единственное, что мне не понравилось, у экрана такой явный уклон холодной оттенки. И даже регулировками цвета не получилось добиться идеального баланса. Вот, кстати, еще один лайфхак от меня. Вы в самом начале видели, что планшет был так обильно завернут в пленки защитные. И когда я ее снял, на экране была еще одна защита. Я ее сначала побоялся снимать, потому что подумал, что это защита от царапин, но потом обратил внимание на надпись, с перевода с английского означало, что ее желательно снять перед использованием. И в итоге оказалось, что внизу под этой пленкой была еще одна. И вот именно она уже является защитной. Кстати, сама практически не царапается, ну, по крайней мере, пока. И стилус по ней скользит как будто по стеклу. Вот, это приятный бонус, потому что такие пленочки именно на графический планшет стоят недешево даже на Али. И теперь о пере, перо, стилус. О стилусе. Потому что это не менее важная вещь, чем сам планшет. Вот. Ну, вы когда видели распаковку, я показывал вам только тубус, он же органайзер. А вот так выглядит перо. Немножко необычное, похоже на простую шариковую ручку. Решение может быть и спорное, но в руке, в принципе, сидит комфортно. Что понравилось? Оно компактное. С обратной стороны есть ластик. Вот эта кнопочка не выпирает, и поэтому во время работы не цепляешься за нее, как на других стилусах у других графических планшетов. Что еще из плюсов? Это то, что оно не требует подзарядки, но это, в принципе, в последнее время трендом становится для многих планшетов современных. И еще у него много уровней нажатия. Вот. Есть два неоднозначных момента. На моих предыдущих стилусах наконечник имел такой хороший ход. У этого наконечника он очень маленький, поэтому пришлось привыкать. Минут пять. И в настройках по умолчанию перо жестковатое. Чтобы все 8000 уровней продавить, нужно очень сильно нажимать. Поэтому, если вам такое не нравится, как и мне, придется специальную утилиту для настроек скачивать. И там все это уже можно под себя перенастроить. А еще по-своему назначить клавиши на планшете, с настройками монитора поиграться. Там, в принципе, все просто, понятно и интуитивно. Вообще, в отзывах некоторые ругают китайские планшеты именно за драйвера. И у меня в комментариях на ютубе тоже люди такое писали. Вот. В принципе, могу сказать по своему опыту. Те драйвера, которые вместе с устройством устанавливаются по умолчанию, работают везде четко. Те драйвера, которые идут с утилитой, с отдельной поднастройки, я их, кстати, только на этом планшете оставил, в принципе, тоже нормально работают. У меня единственное, два раза слетали настройки экрана для регулировки цвета. И один раз сам тачпад перенастраивался с масштаба на изменение размера кисти. Я не знаю, может быть, я что-то не так там сделал. Но в остальном все работает хорошо. Теперь самое интересное. Расскажу о своих ощущениях, когда планшет и перо вместе работают. Когда планшет только пришел, я решил порисовать на нем как на обычном МГП, т.е. смотрел только на экран компьютера. И могу сказать, что он ощущается как хороший добротный планшет. Отличается только тактильное ощущение. По стеклу гораздо приятнее работать, чем по матовому пластику. Ну и, естественно, когда начинаешь смотреть во встроенный монитор, то это уже совсем другое дело. Ты понимаешь, что эта тема действительно рулит. Хоть я и привык рисовать на пластике, а смотреть в монитор, когда на встроенном мониторе работаешь, действия более четкие, точные получаются и гораздо комфортнее работать. Как-то даже рисунок по-другому воспринимаешь. Единственное, что не дает полного погружения, это микроскопические задержки. Между тем, когда ты что-то нарисовал, и оно появилось на экране. Причем это на всех планшетах есть, даже на классических. И, скорее всего, как-то с программными настройками связано, потому что этот эффект больше всего наблюдается, когда очень медленно ведешь линию и плавно. Когда работаешь в среднем быстром темпе, этого вообще не замечаешь. Поэтому это никак со скоростью отклика пера не связано. Здесь она, кстати, отличная. Если бы это было со скоростью связано, было бы все на самом деле наоборот. Я, честно говоря, не задумывался о вот этой проблеме, когда у меня был классический планшет. Но сейчас стало интересно, почему так. Поэтому, если у вас есть какие-то соображения, то пишите в комментариях. Еще могу сказать, что точность у планшета неплохая, даже из коробки. Но если прям очень сильно придираться, то по краям, даже откалиброванный монитор, там чуть-чуть точность сбивается. Но это как бы у всех есть, в разных пределах. Здесь это никак не напрягает. Я, в принципе, во все значки в программе с точностью попадаю. Ну вот, сам экран, конечно, побольше бы хотелось. Раза в полтора было бы, наверное, для меня очень комфортно. И чтобы еще была подставка, чтобы можно было в вертикальном положении работать. Я на Али видел такие подставки специально под планшеты от XP-Pen. И, кстати, планшеты побольшего размера, сразу с подставкой, тоже видел. Вроде как у них характеристики чуть похуже. В общем, если у кого-то что-то подобное есть, напишите отзыв. Ну что, какие выводы? Честно говоря, я не ожидал, что за такую сумму можно найти достойный аппарат. Если вас смущает обычный планшет, или вы хотите себе именно монитор приобрести, то, в принципе, можно брать. В дальнейшем у себя на странице ВКонтакте я буду писать, как этот аппарат себя поведет. Так что подписывайтесь, ссылки будут в описании, там же вы найдете ссылочку на этот планшет. Что ж, на этом все. Всем удачи и увидимся в новых видео на канале. Пока!